В главных ролях Майкл Паре В 1943 году военно-морским флотом США была проведена серия научных экспериментов, цель которых заключалась в том, чтобы сделать боевые корабли невидимыми для вражеских радаров. О результатах этой работы никогда ничего не сообщалось. Белодельфийский эксперимент Филадельфия, октябрь 1943 год Идем домой, Джеймс. Надо поспать. А вдруг мы что-то упустили? Знаешь, что я тебе скажу? Проверяй хоть миллион раз. Все равно можно что-то упустить, Джеймс. Завтра мы войдем в историю. Ладно, пока. Продолжая контратаки немцев, они продолжают теснить врага по всему фронту. Наиболее кровопролитные бои идут на центральном участке. В районе берега Сауэр пересекает авторегистраль, ведущую с юга. Корреспондент СМС Барнфурт-Фауз, который находится сейчас в расположении... Ну, если ты так настаиваешь, я, конечно, могу потанцевать с тобой. Вообще-то я хотела поговорить с тобой о твоем друге. О Джейме? Дорогой. Лучше оставь свои шуточки. Не надейся, я не из таких. Обидно, крошка. А что, если я танцую вообще последний раз в жизни? Не говори чепухи. Прогуляйтесь по гаванне, и вас тут же всех отправят в отпуск. На целых полгода. И такой вариант учесть стоит. Не нужно об этом говорить больше, Дэвид. Береги малыша. Вот этот темп не подходит. А вам не подойдет солидный женатый партнер? Ну, конечно. Не возражаете? О нет, что вы. Хвалю. Кошка, ну что, выдадим? Всегда рада. Батеринский тебе идет. Это что, комплимент? Само собой. Живи не счастливчик. А тебе кто мешал? Я сам, пожалуй. Что-нибудь выпьешь? Кока-кола. Да. Шуф-уфу. Пиво. Гляди-ка, Лонг-стрит идет. Что-то хмурый. Чудак хочет сделать нас невидимыми. Почему бы и нет? Он головастый. Гарит и верит в ученых. Точно. Как идет сторис? Не твое дело. Когда едешь в Калифорнию? Завтра. Вы же месяц в карантине будете. Что мне тут одно? Да. Приветы от меня всем передай. Да, да. Отец тебе пишет? Нет. Он в Сакраменто. Скачки для него важнее всего. Деди джентльмены, последний танец. Что? Да, последний танец. Пока, Дорис. Пока. Ты за ним присматривай. Да, да. Идем, дорогая. Последний танец. В ролях Эрик Крисмас, Бобби Дичико и другие. Идем. 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 Оператор Дик Буш Пэм! Деви, гляди! Это Пэм! Эй, Пэм! Джим, возвращайся скорей! Слышишь? Я люблю тебя! Я скоро вернусь, Пэм! И я люблю тебя! Я люблю тебя, Пэм! Композитор Кен Уэнберг 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 Доброе утро, джентльмены. Доброе утро, сэр. Все в порядке? Все. Как связь с берегом? Вы ее проверили? Да, сэр. Все нормально. Внимание. Всем лицам, не занятым в эксперименте, покинуть корабль. Приготовиться к отходу. Думаешь, сегодня генератор запустит? Откуда я знаю? Всем покинуть взлетную полу в авианосце. Дистанция 2000 ярдов, пеллинг 2, 1, 5. Куда я сумею эту плетать, зато галошу. К профессору в карман. Ну, хватит, ребят, повнимательнее. Внимание. Специальный расчет боякорная команда по местам. Выставить ходовую вахту. Экспериментальные группы приготовятся к проведению Радуги-1. Дистанция 2700 ярдов, 1, 2, 8. Джо, знакомьтесь, доктор Лонгцик и его ассистент. Да, приветствовать вас. На что, сэр? Добро пожаловать. Благодарю. Корабли на заданных позициях, сэр. Можно включать генераторы, капитан. Передайте, Элверович. Я морской пес. Малыш, начинаем Радугу-1. Я Малыш, вас понял. Всем постам. Начали. Ну, поехали. Генераторы запущены, сэр. Всю мощность в главное поле. Малыш, datasets. Малыш, operator. Малыш, chauffeur. Малыш,fel block. Кética, documented. Не понимаю. Элдридж как будто исчезает, сэр. Он исчез совсем. Нет, это невозможно. Он стал для радара невидим. Поздравляю, доктор. Похоже, вы оставили вне игры флот немцев. Что-то не так. Не стану с тобой спорить. В рубке дым, сэр. Да не дым. Проверьте варьку. Тарли, посмотри, нет ли где-нибудь огня. Капитан Робертсон, сэр. Скатеры передают. Докладывают, что Элдридж исчез. Ну да, все верно. Радар его не берет. Нет, сэр. Он совсем исчез. Нет его. Выживите командира, Элдридж. Малыш, я морской пес. Прием. Малыш, я морской пес. Прием. Надо выключить. Передайте им, чтобы выключили генератор. Быстрее! Они выходят на связь, сэр. Попытайтесь еще раз. Малыш, я морской пес. Прием. 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 Малыш, я морской пес. Что это? Ай! Вырубай! Вырубай эту машину! Малыш, я морской пес, я морской пес, я морской пес. Ты тут друг друга. Ага! Излучай! Ч겠 description. Не знаю. Что ты видишь? Луну, звезды. Сейчас ночь? А ты видел корабль? И еще постройки какие-то там были. Да, да, да. Как же, все вертелось, кружилось. Как твоя рука? Как новенькая, и никакой боли. Что с нами творится? Да не с нами. А что это? Что он делает, сволочь? Он возвращается. Чтобы добить нас. Дай вверх! Господи! Держись, держись, держись. Бежим, бежим. Быстрее, быстрее. Беги, беги, быстрее. Легче! Бежим! Бежим, неплохая Бежим я не бежим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Да? Мы все еще в Филадельфии. Это просто часть эксперимента. Они как-то на наш мост подействовали. А откуда в Филадельфии пустыня? Может, все это не настоящее. Может быть, это галлюцинация. Загипнотизировали нас. Они с тобой могут не то растворить. Значит, все это мне представляется. И мы не трясемся здесь от холода. И ночью нас прикончить не хотели. Ты что глупости несешь? Это все входит в эксперимент. Думаешь, наше командование знает, что ученые делают? Ты же видел, кто там распоряжался. Эти умники наваляли чего-то Джимми, а нам отдуваться. Что будем делать, а? Шагать вперед. Нет. О, гляди-ка, Дэви. Вроде там вода. Нет, все та же пустыня. Как по-твоему, скоро этот мираж кончится? Что это? Кажется, пивная бутылка. Немецкая. Кока-кола. А легкая? Из чего эта банка? Не знаю. Забавно. А это что? Старый «Шевроле». Ага. Прямо к нам катит. Аду быстро! Вот это машина! Парни Джимми, я Рыжий Бобер. Мы не видим никакой станции, сэр. Рыжий Бобер, я База. Там, до эксперимента, была научная станция. Продолжайте поиск. Да эта проклятая станция просто исчезла. Продолжаем поиск. Они к связи. Вызовите 18-й. Пусть продублируют обследование территории. Мы закончили первую проверку. Ничего. Никаких аномальных электромагнитных полей. Радиация, температура в норме. Станция будто провалилась в преисподнюю Джейс. Поверьте еще раз. Я уже об этом распорядился. Не могу понять, как такое могло произойти. Я не хочу об этом сообщать Вашингтон. Еще рано. Да, конечно. Мы закончим через час. Мне нужен снимок вот этой части. Потом крупного вон того цилиндра. И, пожалуй, всего объекта в целом. Что это? Мы не знаем, сэр. Во всяком случае, вчера здесь этого не было. Ручаюсь. Наш вертолет пытался пересечь границу защитного поля. Видите, что от него осталось? Но кто-то туда проник. Ведется расследование, но я вам даю гарантию, что это ошибка. В зону даже Крюлик не сумел бы проскочить. Майор Кларк. Извините, сэр. Кларк слушает. Все готово. Кеннадт, за мной. Это же музейная редкость, сэр. Такой техники я уже не видел лет 30. Если бы я был на побережье, я бы не сомневался, что начинается ураган. КОНЕЦ КОНЕЦ ЧТОНЕЦ Продолжение следует... Эй, парни, вы чего? Дайте пройти, чего встали. Спасибо. Мальчики, вам кофе? Да. Наши фирменные блюда, яичница с ветчиной. Да, это годится. Да, мне тоже. Как приготовить яйца? Омлет. Два фирменных омлета. Все по-английски говорят. И неплохо. Извините, а как называется это место? Котик Джанкшн. Только не пытайтесь отыскивать его на карте, зря время потеряете. Невада? Вы не знаете, в каком штате находитесь? Да. А здесь есть военно-морская база? Военно-морская. Какая-то база есть в Драйо Уэллсе? Она. Телефон где? На улице, напротив. Дай мне пару монет. До Филадельфии дозвонюши. Да, это я. Уже взяли другого на работу. Я звонила, звонила тебе из Чикаго и из Денвера. Как же не передали? Вряд ли ты понимаешь, Майк. Я ушла с работы. Ты ведь обещал мне. Я гнала, как сумасшедшая. Я просидела за рулем два дня. Послушай, я не собираюсь приезжать к тебе в гости. Ну, к чему этот ненужный разговор? Здесь ждут телефон. До свидания. Спасибо. Мне, пожалуйста, Междугородный. В Филадельфию. Военно-морскую базу. Да-да, они оплатят разговор. Я матрос первого класса Дэвид Гердек. Мне нужен капитан Робертсон. Это что? Это время. Конец света. В жизни я ничего такого не видела. Передай пассифончики. На пассифончики. Только никаких чеков и кредитных карточек. Спасибо. Вы посмотрите, что делается на улице. Стой с ней! Ты что? Стой! А ну, вернись, парень! Бежимок, что ты дели! А что случилось? В атаке стой! Сначала ты за оба автомата мне наличные... Я к ним даже не приванулся! Да еще, мистер... А ты не стойся, сынок, пока я тебе башку не проверявил! Я уже вызвал шарифов... Давай, иди, иди в дом! Все назад! Осторожно, мистер! А ну, все назад, быстро! Он может его и стрелять! Лезь в машину, дурень! Я ничего не сделал, ты! Лезь в машину, дурень! Отошли мы, отошли, все! Ключи где? Здесь все мои вещи, может, другую машину возьмете! Ключи давай, говорю! Ну, что ты возишься? А где здесь зажигание? Оно автоматическое! Как автоматическое? Садитесь, поведешь! О, господи! Брось ты чемодан! Я не поеду без своих вещей! А что в тебя! Садись за руль! Трогай! Ну, быстрее, быстрее! А, да! Трогай! Ну, а что вы... Трогай! Трогай! Ну, ведь вы мне не сделаете ничего плохого! Не говори ерунды! Давай шми! Шми! Дозвонился до базы. Они слыхом не слыхивали про капитана Робертсона. Так мне сказали. Враньё всё это! Почему они врут, а? Как твоя рука? Ох, что-то с ней творится-то. То же самое, что там было. В больницу его надо отвезти. Слышите вы, надо в больницу ехать. Число сегодня какое? Кажется, 19-е. А год? Это шутка? 1984-й. А? Да вы что, накурились дряни какой-нибудь? 1984-й. А как же война? Какая война? Война. Вьетнам? Вторая мировая, Германия, Япония. Верно, была такая. Кто в ней победил? Мы победили, точно. Да хватит вам меня разыгрывать. Далеко до ближайшего города? Не знаю. А у тебя нет сигареты? Я не курю уже месяц. 1-9. Не задерживайтесь на посадочной площадке. Я-1-9, я-1-9. Вас понял. Добрый день, сэр. Доктор Лонгсер, визу? Да, сэр. Сейчас надо думать о другом. Что произошло со станцией? Она исчезла после того, как... Ну почему сейчас, не понимаю. Чем этот эксперимент отличается от всех других, которые мы проводили по противоракетной программе? Минутку. Извините. Характеристиками электромагнитного... Не уверен, что это могло бы вызвать такой эффект. А я уверен. Это была единственная переменная. Чтобы отбросить ракеты в гиперпространство, мы вызвали такую огромную энергию, что это вызвало свертку континуума. Но мы же выключили генераторы. Энергии нет. Почему же это свето-представление продолжается? А если существует иной источник энергии? О, но где? Внутри зоны. В гиперпространстве. Ну а что может быть таким источником? Вы получили метеосходку. Да. Невероятно. По всем признакам, самые настоящие торнадо. Вы знаете, здесь, в Неваде, таких смерчей никогда не бывало. Где его центр сейчас? Примерно в сорока милях к востоку отсюда. Скоро вернусь. Откуда же может поступать энергия? Извините, что отрывают, но это очень важно. У нас был прорыв в защите. В зону эксперимента в момент его проведения проникло минимум два человека. Вы говорили не про скотч, а даже кроме. Мы их найдем. Я вам гарантирую. Я хочу взглянуть на них. ПОДПИШИЕ stalker Ирина. С Veterans в пятничном мальчик. Продолжение следует... 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 Да. Спасибо. На здоровье. Почему ты так одет, черт возьми? Нравится? Хердик! Счастливо. Морячок. Она не станет выдвигать обвинение? Да выходит, нет. А прожилая пара? Они не хотят приезжать в город. Говорят, что не могут бросить свое дело. Ну и люди, они ждут от нас помощи, но сами себе помочь не хотят. Идиоты, неудивительно, что эта страна катится в пропасть. Извините, Алисон, это Шерри Бейтс. Здравствуйте. Здравствуйте. Как я понял, вы не хотите обращаться в суд? По какой причине? Да так, без причин. Вот просто так. Без всякой причины вы спасаете от наказания тех, кто похитил вас. Знаете, я считаю, что они 9 лет тюрьмы не заслужили. У них свои проблемы. У нас свои проблемы тоже есть. Но мы не хватаемся за оружие. Вы уверены, что не передумаете? Да, уверен. Хорошо. Ну, сукин сын, тебе крупно повезло. Счастливо. Ты ничего? Ничего. Мы еще не знакомы. Меня зовут Элисон Хейс. Дэвид Гердек. Ну, как вы? Доктор Сандерс, палату один. Доктор Сандерс, палату один. Вам лучше больно? Эй, Джимми. Ну, как ты тут? Дэвид Гердек, я сейчас видел сон. Пэм. Это Пэм с тобой? Нет. У нас Пэм скоро будет. Ребенок, мальчик будет. Она так хотела, чтобы родился мальчик. Ты не уходи, Дэвид. Я вас не могу. Я могу так больше, я не выдержу. Дэвид, я не уходи. Извините, вам придется уйти. Доктор, я думаю, скоро ему станет лучше. Если ты так и будешь молчать, они не спасут его. Мы участвовали в каком-то эксперименте. Что это был за эксперимент? Электроника. Наш корабль должен был стать невидимым для радаров. Больше я ничего не знаю. То есть вы подвергались воздействию какого-то электромагнитного поля? Само собой, доктор. Там еще что-то было. Наверняка было. Мы с Джимом оказались как бы в ловушке. Джим и я. Не знаю, как вам объяснить. Но нас перебросило в другое время. Вы о чем это? О чем? Да здесь все кругом. Все это не наше. Мы пришли из прошлого. Эксперимент проводился в Филадельфийской гавани. Это было в 43-м году, в октябре. Странно это звучит, да? Или сейчас такое возможно уже? Что вы помните о 43-м годе? У вас о нем ясные воспоминания? Значит, не верите. Я этого не сказал. Я хочу, чтобы вы рассказали мне подробнее о том времени. Да я что угодно вам могу рассказать. Для меня 43-й вчера был. Не сомневаюсь, мистер Горден. Нет, доктор, еще как сомневаетесь. Дэвид, он же хочет помочь. Я не соврал. Ну чего ради мне выдумывать все это? Да. Доктор Макнессон вас ждет наверху. В чем дело? Палата Б. Прошу меня, извините. Это Джим. Я знаю Джим. Держать его, помни. Чего меня не удержать? Дайте ему валиум 4. ЖТ Али, 10 миллиграммов. Где аппаратура? Да держите же! Извините. Извините. Сюда. Сюда, сестра. Быстренько, разворачивайте. Поаккуратней, сестра. Осторожней. Старайтесь удержать его. Плотнее. 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 Отойдите, отойдите. Дэвид, куда ты? Постой! Дэвид! Подходите к нему, это опасно! Пустите меня! Держитесь подачи, как говорят! Это второй. Надо его взять. Держись! Стой! Стой! Держись! Ложки, подлец! Пятидесятый этаж. Охраны, пятидесятый этаж. Держись! Я тебя должен задержать. Нет. Брось, парень. Ты, главное, спокойно. Это сумасшедший! Прекратите его из пустыни! Что вы делаете? Вот он! Стреляйте! Стреляйте! Харим! Извините, извините! Не упустите его! Что вы делаете? Какого дьявола? Дэвид! Дэвид, садись! Стойте! Держите их! Кто это? Не знаю. Гони! Что это было с Джимми? Это из-за вашего эксперимента? Наверное, что-нибудь секретное, да? Не сердись, Дэвид. Я просто стараюсь понять. Я же тебе хочу помочь. Ты знаешь Санполу в Калифорнии? Нет, Дэвид. Постой. Там живут твои, да? Жили прежде. Вот что. Мне так и так нужно в Лос-Анджелес. Мы найдем их. Почему ты это делаешь, Эллисон? Не знаю. А то, о чем я говорил тому доктору, ты поверила в это хоть немножко? Я верю, что ты в это веришь. Что на приборах? Да чепуха, давление отрицательное. И оно продолжает падать еще. Такого не может быть. Но это есть. Она всасывает воздух. Всасывает все. Кто она? Энергию в гиперпространство, парни. Все это наш эксперимент. Ее создали мы. Да. Что-то не учли. Хожей чувствуешь эту энергию. Ураган, вызванный аномально низким давлением воздуха, продолжает бушевать над диваной. Тысячи людей практически отрезаны от внешнего мира. Дороги закрыты. Рейсы всех авиакомодов. Нанесет огромный ущерб. Разрушены многие высоковольтные линии. И без электроэнергии остались тысячи людей. Карманный компьютер фирмы Digital с двумя микропроцессорами. Один поможет вам решить сегодняшние проблемы. Другой напомнит о завтрашних заботах. Спешите приобрести Digital 1800. Телефон. На какой прикажете отходить первым? На оба. Понял, сэр. Могу и на оба. Не вешайте трубку, сэр. Извините. Ответил, сэр. Можно один? Конечно, ММХ. Проходите отступать. Я? За одну минутку говорю, я только покончу. С одним дельцем. На улице творится что-то жуткое. Я спрятала машину. Завтра напрокат возьмем другую. Старый фильм для себя нашел. Да. Здесь я хоть понимаю, о чем речь. Я тут принесла тебе газеты и купила одежду. Надеюсь, будет в пору. Не знаю, как я тебя сумею отблагодарить за все это. Не ломай голову. Ты любишь китайскую кухню? Да, это вкусно. Сейчас поужинаем. Палочки. Что ты? А вдруг мы приедем в Сан-Полу и не встретим там ни одной знакомой души? Можно туда позвонить? У них нет телефона. Телефоны теперь есть у всех. Попытаюсь. Алло. Пожалуйста, по справке. Сам Поло, Калифорния. Джон Гердек. Джон Гердек. Г-Е-Р-Д-Е-Г. А из соседей там кто-нибудь есть? На ранчо Паркера попробуй. У них был телефон. Тогда будьте добры, ранчо Паркера. Благодарю. Дэвид. Ну вот что я могу сказать им? Алло, кто со мной говорит? Пэм? Что с тобой? Это была она, жена Джимми Памелло. Почему же ты бросила? Что я мог сказать ей? Ну что? Ну ладно, теперь-то мы хоть знаем, что она там. А вдруг они тоже там и уже поджидают нас. Они ведь знают, откуда я. Это может быть ловушкой. Может, все это рассказать кому-то еще? Что рассказать? То, чему не поверила даже ты. Я не знаю, чему верить, а сам ты знаешь. Во время эксперимента тебе могли наркотики давать. Может быть, это были галлюцинации. Да? Может, все это галлюцинации? И вот это галлюцинация. И вот это, и вот это. Может быть, и меня здесь нет, и тебя тоже. Ну что ты молчишь? Ай. Пора поди все пропотом. Знаешь, я, наверное, больше ничем не смогу тебе помочь. Тебе придется как-то самому выпутываться. А у тебя все будет хорошо. Пойми, я просто боюсь, Дэвид. Надеюсь, еще увидимся. Постой. Пожалуйста. Ты извини, Элисо. Я тебя не хотел обидеть. Прошу тебя, осталься. Не уходи. Ты нужна мне. Прошу. Прошу. Я тебя слышу. Всем машинам продолжать патрулирование. Что это? Чудеса, да и только. Германия и Япония наши друзья, а теперь Россия враг. Ты еще не устал, Дэвид? 6.30 утра. Ну, доброй ночи. Доброй ночи. Ты не очень-то долго читай. Ладно. Какое имя она назвала? Что? Нет, ничего. А теперь переходим. Скажем, Голливуд отказывается брать режиссера для какой-то картины, потому что предыдущая картина этого режиссера оказалась... Элисон! И вот он приходит. Что? Этот парень еще снимается? Это не фильм. Дэвид. Ноль часов 26 минут. Ноль часов 26 минут. Ноль часов 26 минут. Извини. Спокойной ночи. Да. Фу. Этот смерч как будто что-то удерживает в этом районе. Он сдвинулся всего на 50 миль от места своего возникновения. Где он сейчас? Готовность? В квадрате Б. Направление прежнее. Камеры выходят на заданной позиции, сэр. Давай. У нас порядок. Еще минуту. Камеры выходят на заданной позиции, сэр. Так, янку поглядим, что там такое. Говорит центр. Приступить к операции. Пуск. Пуск. Пуск произойдет. 1500 с сближением. 1200. 900. 800. 700. 600. 500. 400. 300. 200. 100. Вот оно. Кто это такое? Станция? Это же станция. Вот это да, корабль? Как туда корабль попал? Кто-нибудь что-нибудь понял? Повторите. Изображение почетче. Повторите запись. Майора Кларка, пожалуйста. Его нет на базе. Появится, сообщите. Пошла запись. Повторите запись. Повторите запись. Повторите пережить. Повторите. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, у меня два диплома. Искусствоведа и дизайнера. Я даже выигрывала конкурсы. Меня на старом месте очень ценили. Серьезно? Тут тебя тоже очень ценят. Ничего, в Лос-Анджелесе все устроится. Все пойдет как по маслу. Только вот зло берет, что этот тип Майк меня вокруг пальца обвел, еще гостя приглашал. Тебя эта музыка не раздражает? Нет. А с личными делами как? Разве ты не хочешь выйти замуж? Своего парня найти надо. А дети? Ты хочешь иметь детей? Для этого муж не нужен. Не нравится мне этот разговор. Кока-колы? Ага. Как ты ее открываешь? Здорово сделано. А почему ты во флот пошел? А знаешь поговорку? В каждом порту девушка. Нравится бродяжничек? Нравится. Вот и нет уже. Ты не против? Да нет. Это для меня. Просишь ее. Ого, что за машина? Кажется, Порше. И это вот для меня. Это моя. Это мистер Лонг-Стрит, один из них. Тот, который исчез на наших глазах. Паркер. А это второй. Да, это Гердек. Да, это он. Благодарю вас, доктор. Я хотел бы выяснить, что произошло с Паркером. Ваше любопытство мне понятно, но у меня нет времени. Простите, он... Мой шофер отвезет вас, доктор. Благодарю вас. Прошу. Тосье Гердека. Они оба жили в Сан-Поле, в Калифорнии. Как вы узнали? Майор, его нужно побыстрее доставить к нам. Это последняя сводка. Смерч все набирает силу. Уже начал всасывать верхний слой почвы. Джеймс. Джеймс, нам нужно срочно придумать что-то. Вся наша планета под угрозой. На что ума не приложу. В этой церкви Джеймс венчался. Вокзал еще прилично выглядит. А вон там, видишь, большое дерево. Ему теперь, наверное, лет сто. Здесь у нашей компании был сборный пункт. Здесь работал твой отец? Как все изменилось. Ладно. Надо заправиться и все выяснить. Одну минуту. Я сейчас. Слушаю вас. Чего вы хотели? Машину заправить. Низкооктановый? Да. Твой отец? Да. Красивый мужчина. Эту колымагу мы прихватили с собой, когда переезжали сюда из Нью-Джерси. Это ты, Дэвид? Я. Эй, у вас был почти полный бар. Хотите, я вам масло проверю? Нет, нет, не надо. Это... Вы об этом человеке что-нибудь знаете? О Джоне Гердоге? Да. Он был человек известный. Выиграл когда-то много больших скачек. Давно это было? Точно не скажу. Конец цирковых, начало 50. Он уехал куда-то в Восточные Штаты. Там скаковое дело поставлено солидно. Говорят, умер пару лет назад. У вас был почти полный бак, так что всего 4 доллара. Дэвид. Спасибо, Дэвид. Я поведу, хочешь? Нет, я сам, Алис. Спасибо. Что поделаешь, Дэвид? Все-таки он добился, выполнил то, что задумал. И кто не верил в это, и я не верил. Да, папа, ты молодец. Ты молодец. Да, папа, ты молодец. А вдруг она не узнает меня? Представишься. Да, папа, ты молодец. Здравствуйте. Миссис Паркер. Да. Помела? Да. Ты что, не знаешь меня? Ты меня не узнаешь? Это ведь я, Дэвид. Дэвид Гердок. Быть этого не может. Я Дэвид, вам. Помоги мне. Дэвид Гердок. О, Боже. Боже, это ты, Дэвид. Мы можем войти? Да. Меня зовут Элиса. Меня зовут Элиса. Все это время он говорил правду. Все это время, и никто, никто не хотел ему поверить. Даже я. Кто говорил правду? Джимми. Джимми вернулся? Да. И что было дальше? Его никто не хотел слушать, Дэвид. Все у нас поверили официальному заключению, где говорилось, что на него подействовал эксперимент. А корабль люди? Обычайно ребят было много, и погибли многие. Ну, а со мной? Что было со мной, помыло? Ты просто не вернулся, Дэвид. Ты так и не вернулся. До сего дня. Давай, Билли. Давай. Вперед. Это же Эми? Да. Он все еще любит сам поработать. Ты меня подожди. Дэви. Он не такой, как прежде. Понял. Джимми. 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 Это я, Дэвид. Ты узнал меня, я вижу. Я просто хочу понять, что случилось. Ну, в чем дело? Ну, постой, ты. Я с тобой поговорить хочу. Скажи мне что-нибудь, ну, останови лошадь. Да, останови ты эту чертову лошадь и поговори со мной. Оставь меня в покое. Можешь ты мне сказать два слова. Пусти, говорю. Пусти. Уберите, Джим. Уберите его отсюда. Джим, объясни мне, объясни мне, Джим. Сейчас же уберите его. Что с ним такое? Джимми. Джимми. Что тут происходит? Куда же он? Вам лучше уйти, боюсь, он снова заболеет. Прошу вас. Постойте, как же так? Вы должны помочь. Еще раз он этого не вынесет. Прошу вас, уйдите, пожалуйста. Дэвид. Ну, как ты? Я нормально. Почему ты не поговорил с ним, Джимми? Для чего? Он ведь хотел что-то у тебя выяснить. Лучше пусть он не знает. Может, присядешь? Я не в состоянии пережить это помело. Я не выдержу. Я знаю, Джимми. И не нужно, дорогой. А он, он нисколько не изменился. Да, нисколько. Как бы я хотел, чтобы для него это все кончилось. Я возвращаюсь. Ни к чему это. Джим страшно напуган и очень болен. Она сказала мне. Здесь что-то не так. Они сочли его с сумасшедшим и убегли в больницу. Думаешь, он хочет, чтобы это повторилось? Я должен поговорить с Джимми. Ну, и ты же уже все знаешь. Но ты не вернулся, Дэвид. Того, что произошло с Джимми, с тобой не случится. Джимми. Ай, Джимми. Товско. Тормосиво. Ай! Держитесь! Глаза впереди! Догоняю! Прогнись! 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 Держись! Разберем все! Дэвид, куда ты? Дэвид, назад! Не делала. Давай скорее уедем отсюда! Ага, постой. Надо отсюда уходить! Наши во всем обвинят! Это пилот пустыни, куда мы с Жимом угодили. Умоляю, Дэвид, это же государственный документ. Уедем! Это он. Тип, который руководил тем экспериментом, доктор Джеймс Лонгстрид. Ладно, залезай. Он уж точно знает, что произошло. Они нашу машину искать будут. Что-нибудь такое придумаем. Осторожнее руку, ребята. Легче, легче. Взял. Так, так. Вот мы и в Неваде. Что с тобой, Арису? Да что с тобой? Брось ты все это. Мы... могли бы уехать куда-нибудь вдвоем. Только ты и я, Дэви. Нет, Алисон, не брошу. Я должен все узнать. И ради этого стоит умереть? Нет, не стоит. И других людей убивать тоже не стоит. Они же нас убить пытались. Помнишь? Слушай, я понимаю, если хочешь выйти из игры, выходи. И вообще, зачем ты влезла в нее? Я хочу быть с тобой, Арису. Алисон, дорогая. Просто мне... Просто мне страшно. Алисон, дорогая. Алисон! Алисон. УСам. Алисон, дорогой. Алисон, дорогой. Алисон. Алисон. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что-то не пропускают Что это, Дэвид? Ну скажи мне Это теперь со мной? Нет Ну ладно, нам надо ехать Я должен найти Лонгстрит Да так, конечно Что говорят метеорологи? Когда откроется дорогу? Когда кончится ураган Залюдите, что делается? Субтитры должен быть сотру Эксиди Что поделаешь? Всем куда-то надо сейчас Что с погодой? Что за чёрт? Это же моя машина! Ай, Бэх! Вырастайте из моей машины! Девять! Ай! Отдайте мою машину! Они угляли у меня машину! И следующий пост его задержит Отдевал! 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 Отдевали! Ай, когда мы едем? Уже приехали Ты подожди меня здесь. Нет уж, я пойду с тобой. Я думал, вы из базы. Доктор Лонгстрид здесь? Нет, а в чем дело? Это то самое место, о котором я тебе говорил. А мы с Жимом оказались в пустыне, где-то неподалеку от него. Извините, но вам придется уйти. Нам Лонгстрид нужен. Это частное владение. Мы не уйдем, пока не увидимся с ним. Вы ответите за все. Где доктор Лонгстрид? Он на базе. Едем к нему. Зона закрытая, туда вас не пустят. Это мы еще посмотрим. Так, ложитесь на сиденье. У вас ничего не выйдет. Я сказал, быстро! Дэвид, может быть, он прав? Ты! Стой! 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 Всем постам охраны. Прорыв за прессную зону. Теперь куда ехать? А вон, к тому дому. Неизвестный автомобиль приближается к центру управления. Это не так. Стой! 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 Вперёд! Вперёд! Чёрт! Погни, пусть мы его добьёмся! Вперёд! 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 Валев, помоги! Сейчас! Давай, я отдачу эту охрану! Там ведь охрана! Может, я сам поговорю с ней? Не молчи! Стоять! Я пристрелю его! А я пристрелю тебя, моряк! Доктор Лонгстрид! Брось оружие! Майор! Отпустите его! Кто это? Что вы с нами сделали, Лонгстрид? Вперёд! Прошу вас, плёнку! Вы видите, что там? Ваш корабль и наша станция! Они оказались в одной ловушке! Как это получилось? Точно неизвестно! Видимо, электромагнитные поля, возникшие в результате двух экспериментов, того в 43-м и нынешнего! Перед циклист образовалась воронка! Дыра в пространственном континууме! И вы провалились в неё! Ничего не понял! В 43-м Элдридж возвратился и дыра за ним закрылась! Но серос почему-то нет! Она словно гигантский пылесос! Всё затягивает! Мы ничего с этим не можем поделать! Но уверен, вы можете! Не слушай его, Дэвид! Энергия, питающая этот феномен, поступает от генераторов Элдриджа! Вы туда вернёте, чтобы их выключить! Ничего я не стану для вас делать! Я боюсь, что у вас нет выбора! В некотором смысле, Гердок, вы это уже сделали! Я беседовал с членами команды Элдриджа! Они уверяли, что в 43-м именно вы выключили генератор! Да нет! Ещё нет! Но мы знаем, что вы это сможете! Ваш организм, Дэвид, нестабильный! Ваша рука! Молекулярные связи рвутся! Если дыру не закрыть, процесс этот будет лавина нарастать! И скоро вы вернёте 43-й! Так же, как ваш друг Баркер! Он лжёт, Дэвид! Не слушай ты его! Если бы! Что вы хотите от него, оставьте его в покое! Я чувствую это! Он прав! Что вам сказать, Дэвид, весьма сожалею! Я вот уже 40 лет живу с этим, и не было дня, чтобы я забыл! А всё это! Новый эксперимент! Как же так? Опять? Да! Да! Медные прокладки костюма экранируют тебя от электромагнитного поля! Что это он делает? Это кислород! Эти штуки мне и вправду помогут! Если не помогут, всему конец! Здесь не останется больше никого и ничего! Я могу на минутку! На минутку и не дольше! Я не верю, что всё так кончится! Я просто не верю! Что же будет? Не знаю! Никто этого не знает! Но, может быть, я вернусь через 40 лет и к тебе в гости нагряну! Персоналу, не занятому непосредственно в операции, срочно покинуть территорию базы! Дэвид! Пора! Дэвид! Пора! Надейте! Дэвид! Как у вас тут? Всё готово! Связь действует! Можем начать! Вот и мы! Связь перервётся, как только вы войдёте в дыру! Дальше всё зависит от вас самих! Я самому вести это чудище! Мне отвезу! Карета понана! Дайте сверх, высокие! Есть! Все в карете лечение! Мы не взяли! Чёрт! Звук чёрт! Один! Чёрт! Катя! Девушки! Уникают! Один! 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 Вставь! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 КОНЕЦ Деви, где мы? На кораблице. Постой, а больница? Забудь об этом. У тебя теперь все будет отлично. Мне пора, дружище. Ты что, хочешь вернуться обратно? Не знаю, но здесь не останусь. Деви, я увижу тебя еще. В ближайшие дни я тебе обещаю. Я ухожу. До встречи. Он появился. В специальной медицинской группе срочно прибыть в ангарную бухту для перевозки раненых. Мы подходим к городу Элдридж. Вижу очаги огня. На палубе и на стройках люди. Многие из них ранены или обожжены. О, Боже. Там человек втоплен. Вплавлен в сталь. В палубу. Я не могу этого описать. Он живой. Он еще живой. Живой. Он это сделал. Он это сделал. Сделал. Удалось. Крыт. Ага. Боже. Махин. Ага. КОНЕЦ КОНЕЦ Дэвид! Дэвид! Я вернулась, Элис. Элисон, знаешь что? Что? А то, что флоту придется, мне сразу за 40 лет службы забыли. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ